Здравствуйте, дорогие друзья! Представляю вашему вниманию отчет об интересных раскопках в городе Туле. Это внеочередной фильм. Поэтому всех, кто ждет продолжения рассказа об экспедиции на Красивую Мечу, спешу заверить. Эти фильмы готовятся и уже скоро будут на канале. Ранее мы уже рассказывали об археологических раскопках, которые проходили в Туле в 2017-2018 годах. Это были раскопки в рамках мероприятий проекта благоустройства исторического центра города Тулы. На нашем канале был рассказ о раскопках на территории Историко-Архитектурного музея, в Черняковском переулке, старых торговых рядов и массового захоронения на Крестово-Движенской площади. Про раскопки в Туле рассказывали и другие исследователи. Например, про массовое захоронение рассказывал Алексей Кунгуров. Раскопок, конечно же, было больше, и они будут в дальнейшем, так как работы по благоустройству продолжаются. Сегодня же хочу рассказать вам про раскопки во дворе дома номер 8 по улице Металистов. Это здание принадлежит Тульскому музею оружия, но экспозиции в нем никаких нет и неясно будут ли в будущем. Двор здания представляет собой каменный колодец неправильной формы, попасть в который можно только через единственные арочные ворота с правой стороны дома. Во дворе заложено три археологических шурфа. Первый, самый глубокий, имеет глубину 4 метра, остальные по 3 метра. Расскажу о каждом по отдельности. Первый шурф. Глубина шурфа, как я уже говорил, 4 метра. Дно и стенки шурфа в самом низу это черный грунт, который археологи вынимают ведром на лебедке. Система из досок служит для удержания стенок шурфа от обвала. Внутри шурфа мы видим кирпичную стену соседнего здания, которая стоит на двух рядах каменных блоков правильной формы, положенных небрежно, которые в свою очередь лежат на грубо обтесанных камнях. Очень похоже на забутовку фундамента. Однако, эта стена фундамента идет вниз практически до самого дна шурфа. Что не скажешь о левой части шурфа, там стена имеет неглубокий фундамент. Кирпичная стена, отходящая под тупым углом от основной стены, также лежит на камнях. Но откопали ее только что, на поверхности ее видно не было. Если смотреть с другого ракурса, то видно, что слой каменного фундамента у этой стены, как и у пристроенной к основной, гораздо меньше. И это две разные стены, построенные, видимо, в разное время, так как они не составляют одно целое. Стена соседнего здания выполнена из кирпича современного размера, так же, как и пристроенная к ней. В этом шурфе найдены кости. Второй шурф. Кирпичная стена стоит на каменных блоках правильной формы. Под ними, так же, необработанный камень, который является забутовкой фундамента. Еще ниже мы видим слой пожара 1834 года. И бревно, которое, по словам археологов, служило лагами тротуара. И не сгнило за 200 лет во влажном грунте. Слой пожара найден элемент эмалированной керамической посуды. Обратите внимание, ниже фундамента. Хочу особо отметить, что двухметровый фундамент начинается гораздо выше слоя пожара. То есть, здание построено относительно современного уровня Земли и имеет фундамент с глубиной залегания 2 метра относительно современного уровня и пристроено к зданию, которое мы увидим, рассматривая третий шурф. Стены зданий, которые расположены на поверхности, уже реконструированы. И мало о чем могут рассказать. Но вот стены и фундаменты в Земле показывают истинное положение вещей. Третий шурф. Мы видим, что кирпичная стена стоит на одном ряде каменных блоков правильной геометрической формы, которые, в свою очередь, стоят на кирпичной стене, идущей дальше вниз. Внизу, перпендикулярно ей, подходит еще одна стена из кирпича, которой на поверхности также не было видно. Причем стена имеет элемент, похожий на встроенную колонну или усиление, что предполагало ее расположение над поверхностью. О том, что это разные здания, говорит тот факт, что у стены, возле второго шурфа, нет подземной кирпичной кладки. На глубину 2 метра от поверхности, по всем законам строительного дела, уходит фундамент из камня. А у стены этого здания вниз продолжается кладка из кирпича. Да, вполне возможно, что это был обычный подвал, просто о нем не знали, так как перпендикулярно примыкающую стену и это помещение откопали только сейчас. Один из археологов, Андрей, ответил на некоторые вопросы, и мы предлагаем вашему вниманию беседу с ним. Фрагменты у нас. Тут и всякие фрагменты. Очень много костей, черепки и всего-всего остального. Ну, драгоценностей нет. Могу сказать. А то, что горело, это да. Очень много жженого такого. То есть, с этой территории, что те, и эта яма, они, то есть, есть слои вот этих погоревших. Пожар, это имеется в виду пожар 1834 года? Ну, она, да, ориентировочно. Вот как и в Заречи, тоже такие же. То есть, идешь в слой уже, видишь, там, слой Петра. То есть, тут-то сейчас неотчетливо это видно, потому что, ну, сами видите, да, там, вода вот эти, грунтовые. А так, если немножко она, ну, соответствовала тому лицу, которого вот надо, вот, чтобы видно было ее, то есть. А скажите, а вот это вот бревно какое-то торчит? Бревно, это, они тут, по сути, вот она даже, вот они, они, плевно, это ложились лаги при построении. А, и это они до сих пор не сгнили? Нет, вот, между прочим, вот эти вот бревна, их рубили топором. И настолько крепость, да. То есть, вот, вот этот материал, он, конечно, погнилее. А вот, что побольше, то есть, уже они достаточно, они и будут лежать, им ничего не будут. Ага. Когда частички кожи достаешь, то есть, они настолько целы, кожа. Не, ну, разумеется, на поверхности кислород, и там уже все, на разрушении. А так это все будет лежать, 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 вообще. То есть, из-за того, что кислород не поступает? Конечно. Ага. Консервация, там же консервация. Ясно. А какая порода дерева, вот не можете так сказать, примерно? Ну, судя по всему, это вот еливые вот эти вот. Угу. Да. Потому что дуб на то время очень было престижно. В переработке, в строительство, если бы что там делались дома, то есть, на крепость. А мель, она доступная, вот эти вот стройматериалы были. Угу. Ну, разумеется, то есть, на стройку, когда это все закладывали, все, все были, костей столько, что... Ясно. Да. Интересно, конечно. Вот каждый, то есть, на слой, вот на лопату, на штык снимаешь, видно, то есть, насколько вот это вот все было построение, как вот это вот все. Интересно. В общем, такие вот. Ясно. Ну, конечно, когда она будет готова, вот этот момент интересен. Готово в смысле выкопано до конца? Он выкопанный, да, при зачистке, не то, что сейчас, как бы, ну, в таком, в таком, влачевном, после дождей, размотрили стенки ботов. Выкопаешь они, вот они, в принципе, да, вот, и слоем подъедем. Все потихонечку, и вот так выравнивается, то есть, оно уже наглядно проявляется, проявляется, насколько... То есть, вот, видите, да? Да, да, да. Вот у нас даже находочка была, значит. Сейчас посмотрим. О, это кусок ручки. М-м-м. Керамическая, да? Это керамическая, да, по бакуане. Либо-либо могло использоваться как крышечка. Ага, понял. Ну, тут основной такой уже, он лезет, разбитый материал. Где-то материал был вот на этом поверхности. То есть, при строительстве, когда кушали, обедали. Ну, вот так. Таким образом они разбивались. Ясно. Да, чуть попозже. Это вот, не знаю, вторник, вот, в среду. То есть, наглядно это все будет видно. И, ну, интереснее будет, так сказать. Есть тема на изучение. Да, все это очень интересно. Да, получше, да, насколько вот это было. Их они уже сами. Деректора, замы приходят, ну, руководители. Угу. Вот, или по фотографиям. Смотрят, изучают, передают музею то, что интересно, то, что неинтересно. Ну, ясно. Ясно. Спасибо за рассказ. Как вывод. Мы имеем черный грунт внизу. Возможный гарь. Разбитую керамическую посуду. Слой пожара 1834 года. Большое количество костей в том же слое. Также мы имеем постройки, возведенные выше этого слоя, которые многократно перестраивались и реконструировались, с использованием материала предыдущих построек. Также мы имеем стены, идущие вниз, которые могут быть чем угодно, от подвалов для хранения продуктов до комнат для прислуги или вообще чем-либо еще. Благоустройство города продолжается. На этом я с вами не прощаюсь. Мы будем следить за развитием событий и в случае новых интересных раскопок. Обязательно все покажем и расскажем. Благодарю вас за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!